В Брестском районе водителей, управляющих автомобилем, в нетрезвом состоянии меньше не становится. Только одним из них хватает одного задержания, чтобы сделать для себя соответствующие выводы, в то время как другие предпочитают наступать на те же грабли многократно, ровно до того момента, пока их вновь не задержат сотрудники госавтоинспекции. Растущая динамика нарушений вынудила правоохранителей искать новые методы борьбы с нетрезвыми водителями и ужесточать наказание. Проблема управления транспортным средством, лицами, которые уже привлекались к административной ответственности, действительно актуальна для Брестского района. Несмотря на ту необходимую профилактическую работу, которую мы проводим непосредственно с посредством СМИ при общении с трудовых коллективах, в течение года, с 1 января, к уголовной ответственности нами уже привлечено 6 таких водителей, горе водителей, можно сказать. О том, что пьяный водитель на дороге – это источник опасности, как для пешехода, так и для остальных участников дорожного движения, знают все. В том числе и те, кто все-таки садится за руль автомобиля под шофе. Один из них – Сергей Жук. Водитель второй раз сел за руль своего автомобиля в нетрезвом состоянии. Как итог – изъятие транспортного средства, штраф 100 базовых величин и лишение права на управление автомобилем в течение пяти лет. Приятного в этом мало. Но это далеко не самое жестокое наказание молодого человека могли лишить свободы. Судьба. Это должно было случиться, рано или поздно. По каким причинам это должно? Я не знаю. Это жизнь. Статистика управления граждан в нетрезвом состоянии, она стабильная. На несколько единиц в год увеличивается количество лиц, управляющих соответственно, и риски, что повторно человек, уже лишенный права на управление, может сесть за руль транспортного средства второй раз в нетрезвом состоянии. Очень велика. На суд были приглашены лица, которые уже единожды привлекались к административной ответственности. Для них случай Сергея Жука – пример, которому не следует подражать. А собственный отрицательный опыт о многом заставляет задуматься. Ведь лишиться автомобиля и заплатить штраф – это хоть и суровое, но справедливое наказание. До свидания.